От туберкулеза в наше время никто не застрахован. При этом современная система здравоохранения создает заслон широкому распространению палочки Коха. Это тот самый возбудитель инфекции. Как борются с этим заболеванием на Ставрополе и где могут оказать помощь? Разговор о главном. Это программа «Актуальное интервью». Меня зовут Роман Выстароп. Здравствуйте. Тема сегодняшней беседы – основные направления деятельности краевого клинического противотуберкулезного диспансера. У нас в гостях заместитель главного врача Ольга Баронова. Ольга Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Вот болезнь такая достаточно известная, но всегда возникают вопросы. Вот прививку делают, манту в школе, флюорографию тоже делают, опять же, в любой поликлинике. А вот диспансер ваш чем занимается, какие направления, что он делает, какая его задача? Вы абсолютно правильно сделали акценты на то, что в поликлиниках нашего города и в целом Российской Федерации детям выполняются пробы на туберкулез, а взрослым выполняется флюорографическое обследование. Это так называемые профилактические осмотры, которыми занимаются врачи-терапевты, врачи-педиатры и врачи других специальностей. А вот в том случае, если при этих исследованиях возникли какие-то моменты, которые настораживают врача и заставляют более глубоко заниматься диагностикой, то тогда такого пациента направляют к нам, независимо от его возраста, будь это взрослый или ребенок. И мы занимаемся диагностикой туберкулеза в различных возрастах, и не только это легочный туберкулез, но и зачастую это внелегочная форма туберкулеза, которая может поражать любые органы и системы. Поэтому наша служба создана для того, чтобы установить правильный диагноз, провести своевременное лечение и, кроме того, выполнять определенные профилактические мероприятия в помощь нашим коллегам, которые работают в общей лечебной сети. Я правильно понимаю, к вам уже направляют, если возникают спорные вопросы. То есть человек сам целенаправленно прийти не может, потому что понять, что у него, возможно, есть туберкулез, это сложно, да? Да, самому человеку сложно понять, имеется ли у него эпизод развития туберкулеза. Поэтому в основном к нам приходят посетители, приходят пациенты, имеющие уже направление в нашу лечебную организацию. Но бывают ситуации, когда человек хочет разобраться, что он не совсем понимает, что с ним происходит. Мы в этих случаях не отказываем, но в целом это скорее исключение, чем правило. Ну, то есть те люди, которые хотят просто пройти обследование, чтобы быть спокойным. Да, чтобы быть спокойным для себя. Ну и сразу, где вы находитесь и как часто вообще к вам обращаются? Вот насколько эта болезнь сейчас так? Ну, наше краевое учреждение находится в городе Ставрополь, по адресу улицы Достоевского, 56. Однако, кроме нашего учреждения, еще существуют наши филиалы в городе Невиномыске, в городе Буденовске и в Светлограде. Кроме того, жители нашего края могут получить специализированную противотуберкулезную помощь и в каждой территории края. Потому что при районных больницах, как правило, имеется ТУП-кабинет, где тоже работают врачи-фтизиатры, которые выполняют подобные функции. Ну, конечно, с точки зрения последнего слова в плане подтверждения диагноза или определения дальнейшего направления в диагностике и лечении, имеет краевой диспансер, куда приходят к нам наиболее сложные пациенты, у которых зачастую необходимо проводить дифференциальную диагностику туберкулеза с другими заболеваниями, как легочной системой, так и в нелегочной системе. – Много людей обслуживается у вас? – У нас в сутки рассчитано на 485 посещений. То есть это не маленькое количество посещений. Но в эти посещения входят не только пациенты, у которых речь идет о туберкулезе. К нам часто обращаются пациенты, которые направлены с так называемыми латентными формами туберкулеза, то есть когда заболевание еще не развилось, но есть какие-то предпосылки для того, чтобы через наших специалистов этот пациент прошел и получил необходимые рекомендации. – Скажем, такая диагностика своего рода выявления. – Да, это своего рода диагностика и профилактика именно при латентном туберкулезе. Это профилактика развития основного заболевания. Поэтому у нас поток пациентов достаточно большой, и надо сказать, что очень часто мы занимаемся пациентами, которые по тем или иным причинам не могут попасть к врачу-пульмонологу, поскольку тоже обладаем определенными навыками, знаниями и помогаем этим пациентам в плане диагностики. – Ну, насколько я понимаю, само заболевание давно известно. Вот за последние годы как изменились методы лечения его? – Ну, вообще, надо сказать, что сколько существует человек, столько существует и такое заболевание, которое… – Даже настолько, да? – Да, даже определяются вот в мумиях египетских, определяются такие в костях плотные кальцинаты, отложения солей кальция, которые говорят о том, что даже в те времена до нашей эры уже с этим заболеванием человечество сталкивалось, и люди с ним справлялись тем или иным способом. Но, конечно, если раньше это просто заболевание называли чахоткой, то в XIX веке, когда был изучен возбудитель туберкулеза, то представления о нем очень поменялись, и с конца XIX века и уже в XX веке, в XXI веке очень много было сделано для того, чтобы не только разобраться именно с причинами развития этого заболевания, но и отладить те методики и новые направления, которые помогают сейчас не только в плане диагностики, но и в плане успешного лечения этого заболевания. И вообще надо сказать, что с 2009-2010 года во всем мире произошло такое возобновление интереса к этому заболеванию, потому что был расшифрован геном микобактерии туберкулеза, или как вы ее назвали, палочкой Коха. И появились очень современные новые методики, которые позволяют именно прицельно эту палочку узнавать на самом современном уровне. И второй момент, который я хотела бы отметить за последнее десятилетие, если в предыдущие 20 лет у нас практически не появлялись новые противотуберкулезные препараты, то именно последнее десятилетие – это была революция, можно сказать, фармацевтики, и она закончилась тем, что не только Российская Федерация, но и другие страны получили очень активно работающие современные противотуберкулезные препараты, которые сейчас широко используются в нашей практике. Ну, помимо, или, так скажем, параллельно, и наряду с современными препаратами, сейчас очень много современного оборудования, которое используется в борьбе с болезнью. Насколько в вашем медучреждении активно используется современное оборудование и сколько средств выделяется, как часто вы его закупаете? Ну, надо сказать, что в настоящее время современная диагностика действительно базируется на хорошем оборудовании последнего поколения. Это и компьютерные томографы, это и использование эндоскопического оборудования. Наше учреждение хорошо укомплектовано бронхоскопами, которые очень помогают в плане диагностики туберкулеза. Не без гордости могу сказать, что у нас функционирует лучшая на Северном Кавказе бактериологическая лаборатория. А в последние годы оснащение этой лаборатории происходит за счет средств краевого бюджета. То есть Министерство здравоохранения в период с 2020 по 2022 год выделяло нам серьезные средства для переоснащения бактериологической лаборатории. И мы выполняли не только наши исследования для поиска возбудителя туберкулеза, но и выполняли очень большое количество исследований на ковид, которые были актуальны как для нашей службы, так и для территории нашего края. Поэтому на настоящий момент на оборудование тратятся большие средства. И в рамках национального проекта я хотела бы отметить, что как в нашем медицинском учреждении, так и в его филиалах произошло за последние два года переоснащение компьютерным оборудованием кабинетов. И врачей амбулаторной службы, и врачей стационаров. И на постах это оборудование компьютерное используется для того, чтобы обработка от всех данных была современной, была очень оперативной и позволяла сохранять большие объемы информации. Ну, большой вклад вносят участие в нацпроектах, да? Да, конечно, это участие в проекте по цифровизации нашей непосредственной системы здравоохранения. И надо сказать, что все проекты, которые в крае существовали за последние 20 лет, обязательно наша служба как социально значимая включалась в эти проекты. И кроме того, у нас существует еще очень хороший местный региональный проект. Это обеспечение больных туберкулезом на амбулаторном этапе лечения бесплатными противотуберкулезными препаратами и гепатопротекторами, на которые наш край выделяет ежегодно порядка 14-15 миллионов. То есть это очень хорошая помощь для наших больных. И немногие регионы Российской Федерации могут похвастаться вот такими вливаниями финансовыми с целью достижения хорошего эффекта лечения. Это прекрасно. А люди, которые работают, все понятно, есть оборудование, есть методики, но самое главное, это же кадровый состав, те специалисты, которые у вас работают. Ну, надо сказать, что в нашу службу приходят специалисты, и если они получают удовлетворение от своей работы и видят свои результаты, это зачастую бывает, то потом они остаются работать на многие годы и даже десятилетия. Однако вот за последние пять лет у нас очень обновился состав, пришли молодые кадры, пришли молодые доктора к нам работать, врачами-фтезиатрами, врачами-специалистами. И нас это очень радует, и мы сами нацелены на то, что привлекать к нам молодежь, потому что в нашей медицинской организации есть такая возможность, опять же, с помощью Министерства здравоохранения Ставропольского края, мы можем взять наших врачей в целевую ординатуру по различным специальностям, два года их отучить в ординаторе, и потом получить готового специалиста, который должен у нас не менее трех лет отработать в нашей больнице. Но надо сказать, что очень остро, к сожалению, стоит вопрос привлечения таких специалистов, как анестезиологи и реаниматологи, это, к сожалению, общая такая тенденция. Поэтому если кто-то из молодежи слушает нашу программу и заинтересован работать по этой специальности, то мы окажем содействие для того, чтобы привлечь к нам их на работу. А в целом, надо сказать, что наше краевое учреждение хорошо укомплектовано врачебными кадрами. Есть определенные проблемы, конечно, в филиалах, особенно в Буденовском филиале, который расположен в восточной зоне нашего края. Ну, в хороших кадрах всегда нехватка, это всегда нужно. Да, конечно, это вы правы, да. Ну, а какое-то обучение сейчас за последние несколько лет у нас, ну, чего стоит одна эпидемия ковид? То есть приходится что-то изучать, опять же, что-то новое, новые знания, новые навыки получать. Вот насколько часто ваши сотрудники проходят обучение, мастер-классы, может быть, какие-то конференции посещают? Может быть, к вам ездят уже, приезжают делиться опытом? Ну, вы знаете, я хочу отметить, что вообще хороший специалист в медицине состоится только тогда, в том случае, если он постоянно работает над собой. Это индивидуальная работа, это изучение медицинской литературы, но это и посещение, как вы сказали, мастер-классов, современных конференций, текущее обучение. Поэтому мы передаем большое значение этому вопросу. И надо сказать, что у нас каждый год текущее обучение проходит каждый врач, который работает в противотуберкулезном диспансере. Но кроме этого, у нас есть еще план работы Краевого общества афтезиатров, которое собирается ежемесячно, и мы ежемесячно разбираем те или иные вопросы на этих обществах для того, чтобы наши врачи держали руку на пульсе. Кроме того, традиционно уже стало направление специалистов на различные конференции, которые проводятся в Москве, в Санкт-Петербурге, на центральной базе, скажем так. И наши доктора не просто туда слушателями выезжают, но и очень часто результаты своей работы преподносят таким же коллегам из других регионов. Ну и надо сказать, что Ставрополь это действительно стал наш диспансер-центром, где проводятся межрегиональные конференции по нашей специальности. И Северокавказский округ неоднократно специалисты к нам приезжали и на рабочее место получали какие-то определенные навыки. И присутствовали, когда проводились медицинские конференции. И надо сказать, что вот ближайшая такая межрегиональная конференция будет проходить в конце августа в городе Черкесске. И готовят ее наши ставропольские специалисты основную тематику, потому что нам действительно есть чем поделиться новыми методиками, новыми достижениями в профилактике туберкулеза. Поэтому эта работа, конечно, у нас всегда на высоте. Я еще хотела бы обратить внимание, что именно в нашей сфере молодые доктора имеют хорошую перспективу, потому что у нас проводится научная работа, у нас работают кандидаты медицинских наук среди заведующих отделением, и работают два доктора наук в составе нашего диспансера. Ух ты! Ну а с такой активной работой не можем не коснуться статистики заболевания в Ставропольском крае. Ну и, конечно же, коснуться Кавказских минеральных вод. Вот такой вот разделим Ставропольский край и Кавказские минеральные воды. Сходит на нет заболеваемость? Есть ли какие-то тенденции к уменьшению, к увеличению? Или, может быть, все это как-то держится ровно, мы стараемся это держать? Вот какая обстановка у нас? Ну я в противотуберкулезной службе в целом уже работаю 33 года. И могу сказать, что вот сейчас с большим удовлетворением хочется отметить, что последнее десятилетие наметился очень устойчивый тренд к снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза в крае. Ну, не буду приводить цифры, скажу только, что заболеваемость снизилась в два раза, а смертность в три раза. То есть для края это очень хорошие результаты, и мы сейчас занимаем где-то среднее положение по Российской Федерации в числе территорий с относительно благоприятной ситуацией по туберкулезу. Надо сказать, что Кавказские минеральные воды – это такой регион, которому, конечно, сейчас приковано внимание всей страны в плане отдыха, в плане туризма, в плане восстановления сил наших граждан, которые не могут выехать куда-то за рубеж. И сделано очень многое для того, чтобы Кавказские минеральные воды именно отличались по туберкулезу в плане низкой заболеваемости. Сейчас это действительно регион, где демонстрируются самые низкие цифры заболеваемости туберкулезом, как среди взрослых, так и тем более среди детей. Ну, поэтому, конечно, это очень отрадный факт, и он дает надежду на то, что жизнь нашего населения, Ставропольского края, будет более безопасной и более удобной в плане туберкулеза. То есть, если мы говорим о заболеваемости, есть Ставропольский край и Кавказские минеральные воды, у них отдельная своя даже статистика получается, вот как региона, за счет климатических условий, за счет той природы. Ну, и за счет тех больших мероприятий, которые проводились всеми медицинскими работниками, не только противотуберкулезные службы, для того, чтобы сделать этот регион действительно безопасным. Ну, и тогда давайте поговорим, как же все-таки уберечь себя и близких от этого недуга, от этой болезни. Профилактика. Тут, опять же, как часто нужно проходить осмотры, там, флюорографию. Ну, в общем, вот все эти моменты прививка, манту. Ну, понятно, в школе это все-таки есть какой-то определенный график детям, а вот взрослым, опять же. Для того, чтобы не заболеть туберкулезом, прежде всего, надо действительно проходить определенные профилактические мероприятия. В разном возрасте они разные. У детей первое и наиболее серьезное профилактическое мероприятие проводится новорожденным еще в родильном доме. То есть выполняется прививка против туберкулеза на третье-пятое сутки от момента рождения ребенка. И эта прививка, по современным данным, на 20, иногда на 25 лет защищает ребенка от туберкулезной инфекции. Затем, когда ребенок подрастает ежегодно, сначала в условиях детского сада, потом в школе проводятся такие пробы на туберкулез. Их нельзя назвать прививки. Прививка – это пробы, но, тем не менее, эти кожные пробы позволяют вычленить тех детей, у которых повышенный риск развития туберкулеза. Это не обязательно наследственно, это чаще всего эти дети имели контакт со взрослыми лицами, потому что дети друг от друга не инфицируются. Поэтому нам важно уловить именно тот момент, когда в организм ребенка попала микобактерия туберкулеза или палочка Коха. И именно в этот период ребенок является наиболее беззащитным перед туберкулезной инфекцией, поэтому требуется и наблюдение, и в некоторых случаях профилактическое лечение для того, чтобы инфицирование не перешло в заболевание. Сейчас пробы проводятся детям до 7 лет в дошкольном возрасте. Это проба МОНТО выполняется один раз в год, а у детей школьного возраста с 8 до 17 лет выполняется проба с диаскин-тестом. Это уже современная проба, которая себя очень хорошо зарекомендовала, современный диагностикум российского производства, который позволяет нам очень эффективно работать с детьми школьного возраста. Но надо сказать, что подростки 15-17 лет ежегодно проходят еще и флюорографический осмотр, потому что именно в подростковом возрасте наибольший риск развития этого заболевания, к сожалению, существует из-за той психологической, физиологической перестройки, которая происходит в этом возрасте. Во взрослом возрасте с 18 лет остаются актуальными ежегодные флюорографические осмотры. И информация, которая получена при прохождении флюорографии, ведь она важна не только в плане выявления туберкулеза, но и выявления и онкологической патологии, и различных заболеваний бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы. Поэтому эти несложные профилактические мероприятия дают очень высокий экономический эффект, если они проводятся правильно и грамотно. То есть ежегодно стоит или нужно проходить флюорографию взрослым людям, ну а дети, соответственно, в школе уже по графику делается манту. Есть такая категория людей, которые отказываются от прививки в детстве. Что вы скажете по этому поводу? Ну я хотела бы действительно обратить на это внимание, эта проблема возникла не вчера, мы с ней столкнулись, наверное, последнее десятилетие особо остро, что определенная категория родителей отказывается и от прививки против туберкулеза, то есть от вакцины, и отказываются потом от обследований на туберкулез. К чему это приводит? Ну приводит это к не очень хорошим последствиям. Я не могу не сказать об этом, потому что это информация, ну как бы не закрытого типа, но у нас сейчас, к сожалению, в наше детское отделение стали поступать дети с туберкулезом, родители которых отказываются от вакцинации, потом отказываются от профилактических обследований на туберкулез. А все равно, так или иначе, невозможно ребенка оградить от всяких контактов и в том же развлекательном центре, и где-то в супермаркете и так далее. И поэтому, к сожалению, мы констатируем то, что хотя случаев заболевания стало гораздо меньше, но у нас стали болеть дети непривитые, необследованные. И самое печальное, что вот Северо-Кавказский округ в этом году, за первое полугодие, дал такую очень тревожную статистику. У нас заболело три ребенка тяжелым заболеванием, туберкулезным менингоэнцефалитом, который протекает с поражением центральной нервной системы. И когда с каждым случаем мы разбирались и выезжали в регионы, и с этих детей смотрели, картина совершенно однотипная. То есть родители, пользуясь информацией из интернета, отказываются от вакцинации, отказываются от дальнейших обследований. И в конечном итоге, это, к сожалению, дети становятся инвалидами по неврологической патологии. С туберкулезом мы научились справляться. В этом как раз проблем нет. Но, к сожалению, вот эта вот, наверное, в какой-то степени неполная ответственность перед ребенком, она приводит к таким печальным случаям. Мы много внимания уделяем таким родителям и пытаемся им объяснить, что не всегда их позиция бывает правильная. Но здесь, в данной ситуации, наверное, хочется и вам сказать большое спасибо за то, что вы освещаете эти вопросы, предоставляете нам слово специалистам. Потому что все-таки в интернете публикации на эту тему, это, как правило, безликие публикации. Там никогда мы не увидим, кто ее написал, какой человек эту информацию в плане антипрививочной деятельности изложил. Поэтому я считаю, что каждый родитель должен очень ответственно относиться к вопросу дальнейшего будущего своего ребенка. Ольга Дмитриевна, ну и в завершении нашей программы, вот какую бы вы рекомендации, что бы вы посоветовали нашим зрителям, как себя обезопасить, обезопасить своих родных и близких? Ну, я бы хотела бы сказать, что, конечно, прежде всего, надо внимательно относиться к тем предлагаемым профилактическим мероприятиям. Если это дети, то это прививки против туберкулеза, это обследование ежегодное на туберкулез. А во взрослом возрасте это, конечно, ежегодное флюорографическое обследование. Но не надо забывать и о том, что полноценное питание, здоровый образ жизни, отказ от различных вредных пристрастий – это тоже очень серьезные моменты, которые вносят гармонию в нашу жизнь и позволяют, опять же, справляться с какой-то инфекционной опасностью. Поэтому в этом плане нормальный образ жизни, здоровый образ жизни, полноценное питание и отказ, еще раз скажу, от вредных пристрастий – это, в общем-то, гарантия того, что человек благополучно проживет свою жизнь. А там, где, если он даже с какой-то инфекцией и столкнется, и какая-то ситуация нестандартная возникнет, для этого есть специалисты, которые всегда помогут с ней справиться. – Ольга Дмитриевна, огромное вам спасибо, что сегодня пришли к нам, уделили время для нас и наших телезрителей, рассказали об этих важных моментах, о нужной информации и рассказали о своей работе, за которую огромное вам спасибо. – Большое спасибо, Роман. – Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня мы разговаривали об основных направлениях и деятельности краевого клинического противотуберкулезного диспансера. У нас в гостях был заместитель главного врача Ольга Баронова, меня зовут Роман Выстараб. Мы с вами прощаемся, желаем вам, берегите себя, берегите своих родных и близких и, конечно же, смотрите свое ТВ. До новых встреч!